Вода камень точит. Эта поговорка отлично подходит для описания многих ситуаций в сфере ЖКХ. Как в прямом смысле в некоторых домах течет вода с потолка по стенам, так и в переносном. Ведь чтобы добиться ответа от властей и управляющих компаний, нужно проявить немалое упорство. О ямайских коммунальных проблемах расскажем в рубрике «Новости ЖКХ». В Надыме больше двух дней горит свалка. Жители города жалуются на едкий запах дыма. Власти собрали по этому поводу комиссию, но оснований для ввода ЧАЭС не нашли. В официальных городских пабликах чиновники утверждают, что огонь на полигоне потушили еще в первый день. Но, похоже, мусор продолжает леть. Проблемы пытаются локализовать тяжелой техникой. Там же, в Надыме, управляющая компания собирала с двух многоквартирных домов деньги фактически за воздух. Жильцы более полугода оплачивали квитанции за содержание и ремонт домов, но ни того, ни другого сотрудники компании не делали. Возмущенные собственники добились перерасчета, а за недобросовестную управляющую взялась прокуратура. В Новом Уренгое возле торгового комплекса «Янтарь» по адресу Молодежная, 11А, вновь появилась свалка. Жалобу от жителей и фото прислали в редакцию НУР-24. Куча мусора на этом месте возникает не в первый раз. В октябре ее уже убирали, по просьбе горожан. На наш запрос в муниципальной инспекции пообещали разобраться с ситуацией и ликвидировать свалку. В ноябрьской новостройке каждый дождливый день капает не только за окном, но и прямо в квартирах. Жильцы дома номер 26 по улице Муравленко жалуются на копель с потолков. В администрации города отвечают, что источник протечки не найден. Работы продолжаются и вообще советуют жаловаться в окружную госжилнадзор, если они недовольны работой своей управляющей компанией. Сами жильцы предполагают, что так как дом новый, он еще на гарантии и, возможно, для решения проблемы нужно обращаться к застройщику. Кирилл Пермяков, Гюли Димитрадзе, телерадиокомпания «Сигма» для Нур-24.